Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана, в студии Аркин Олымбеков и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кыргызстане наступили крещенские морозы. Всего лишь совпадение, хотя и не очевидное. В иные годы в это время в Кыргызстане бывало и плюс 19. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять повысилась цена на газ. Для предприятий это значит повышение затрат на производство, а значит повышение конечной стоимости товаров. А для рядовых граждан увеличение расходов на отопление жилых домов. Насколько в этот раз существенным оказалось подорожание нашей репортажа. Совсем недавно премьер-министр Умурбек Бабанов на встрече с аппаратом правительства заявил, что за всю историю независимости страны Кыргызстану впервые удалось снизить цену на голубое топливо. Но уже в начале 2012 года стало известно о том, что соседний Узбекистан цену на газ все-таки повысил. Казахстан выставил для Кыргызстана цену за тысячу кубометров природного газа в 224 доллара. Узбекистан в 290 долларов. Цена в 290 долларов на газ установлена Узбекистаном на первый квартал 2012 года. Казахстанская цена в 224 доллара до апреля. На данный момент разрабатываются тарифы. Теперь, соответственно, цена на газ для потребителя вырастет до 15%, то есть примерно на 4 сома. Конечно, для тех, кто отапливает свое жилье газом, это незначительное повышение. Есть и альтернативные виды отопления, например, углем или электричеством. Хотя и в этом случае кыргызстанцам положиться на государство, которое должно обеспечивать население электроэнергии, тоже нельзя. Прямое доказательство тому отключение электричества в зимний период. В правительстве об упущениях энергетиков знают. Но жителям страны, мерзнущим в своих домах, это навряд ли поможет согреться. Объявить выговор министру энергетики и промышленности Шадееву Асхарбику Алимбайовичу за неудовлетворительную работу по подготовке и проведению осенне-зимнего периода 2011-2012 года. Установить, что министр энергетики и промышленности Шадеев несет персональную ответственность за надежное и безаварийное прохождение отопительного периода. Житель Бишкека Александр Терновой вообще не следит за тем, как меняются цены на газ, поскольку он отапливает свой дом углем, а пищу готовит на электроплите. Еще недавно он планировал провести в свой дом газ, однако просчитав все плюсы и минусы, понял, что выгоднее греться привычным способом. Во-первых, я в прошлом году взял на 17 тысяч угля, у меня еще на эту зиму вот останется. Я думаю, что даже еще немножко будет, но не в этом дело. 17 тысяч на две зимы для меня это приемлемо. Если я сейчас проведу газ, то я, наверное, 17 тысяч отдам это за два месяца. Может быть. А может быть мне и не хватит этого, отопить дом и пользоваться там для приготовления пищи. Одно дело пользоваться. Придется еще и переоборудовать жилье с одного вида отопления на другое. Это тоже потребует немалых затрат. То есть те, кто уже долгое время пользуется одним видом топлива, навряд ли будут переоборудовать систему отопления. Именно поэтому вся надежда на правительство, которое должно заботиться о низких ценах на все виды топлива. И всякого рода отговорки чиновников о том, что цены на газ или уголь растут из-за общемировой тенденции, навряд ли будут поняты обычным людям. Нам пора уже платить по ценам, которые примерно должны гармонизироваться с членами ВТО. И пора государству таким образом администрировать государство на государство, так, чтобы население могло спокойно платить. Это небольшая цена. Все это зависит от тех реформ, которые сейчас будут происходить. Проблема со светом и газом поднимается ежегодно. Каждый раз в начале осенне-зимнего периода начальники отчитываются о готовности встретить холода во всеоружии. И каждый раз страна снова оказывается во мраке или холоде в самый неподходящий момент, когда столбик термометра опускается ниже минусовой отметки. Но что опаснее всего, то температура социального недовольства в этот момент может сильно повыситься. И тогда чиновникам может быть сильно не поздоровиться. Эти уроки Кыргызстан уже проходил. Ринат Шамсудинов, Бакыт Кашалиев, Бишкек, Кыргызстан. Разноцветный мир лучше черно-белого. Научить жить в мире и согласие кыргызстанских детей помогут американцы и принц Агахан. Его фонд совместно с агентством США по международному сотрудничеству решили массово издать книги для первоклашек республики. Презентация книг прошла в Министерстве образования. Изданы пока всего две книжки. Называются они «Песня дружбы», которую придумала Гусыня и «Три грустных волшебника». Авторы говорят, они будут прививать детям разных национальностей, идеи дружбы и уважения друг к другу. Например, через историю трех волшебников, которые решили все цвета мира превратить в черно-белые. Такой результат магии никого не порадовал. И волшебники вернули цветам яркость, красочность и разнообразие, ассоциируя их с детьми, такими же разными и дружелюбными. Кстати, всего книг планируется издать 100 тысяч экземпляров на разных языках и раздать по всем школам страны. Я думаю, что в любой стране есть необходимость строить мирное общество. Особенно здесь, в Киргизстане, из-за того, что полтора года назад, почти два года назад были события на юге страны. Бывшие сотрудники казино нашли виноватого в том, кто лишил их работы. По их мнению, это кризисный центр «Сизим», который якобы неправильно информировал депутатов о деятельности игровых заведений. Напомним, парламент решил с нового года закрыть все казино, а поводом для этого, как тогда сообщалось, послужили участившиеся обращения граждан в этот кризисный центр о сломленных судьбах семей, причиной бед которых были именно игровые заведения. Бывшие работники казино, почему-то только повара и их помощники, теперь возмущаются. Социальные работники о других заботятся, а о них нет. По их словам, теперь ведь именно они в кризисной ситуации. Их лишили возможности кормить своих детей. На вопрос, как бы вы отнеслись к тому, если бы ваш сын заболел азартными играми, заботливые матери, некогда работавшие в казино, отвечают очень положительно. Мол, если богат, то почему бы и нет? Видимо, их не гложет, что их чадо могло бы потратить свое богатство, к примеру, на благотворительность. И если мой ребенок будет в состоянии зарабатывать очень большие, хорошие деньги, и если он посчитает провести час, два часа, три часа, что делают некоторые клиенты казино, я бы не возражала, если он будет достойно зарабатывать деньги. В Кыргызстане отмечают один из самых значимых православных праздников – Крещение Господне. Поэтому никто и не удивился сильному морозу, который по традиции носит название «Крещенский». Впрочем, у синоптиков совсем другой взгляд на совпадение температуры воздуха с православной традицией. Крещение Господне Кыргызстан встретил трескучими морозами. Местами в республике столбик термометра опустился до минус 30. Примечательно, что в Бишкеке в ночь на 19-е температура упала именно до минус 19. Тем не менее, многих православных крещенские морозы не остановили. Как всегда, ажиотаж среди желающих искупаться в холодной воде. И ни одного случая простуды. Впрочем, эти чудеса церковь все равно не поощряет, хотя и не запрещает. Возможно, это какой-то элемент фарса, что ли, может быть, где-то. А вот каждый день незаметно и скромно давить в себе греховные помыслы и вдохновлять, и понуждать себя на добро, это не так заметно, не так эффектно. Вот это больше всего Господа и радует. Лидия Ивановна, как и все православные, была в церкви, набрала святой воды. Говорит, хватит на целый год. А вот хватит ли ее на целый год, сомневается. Такие морозы в ее доме едва ли не теплее, чем на улице. Старая контрамарка греет уже не по-старому, да еще и с углем женщину обманули. Вместо твердого топлива подсунули черную породу. Пришлось пополнять запасы угля дважды. И те теперь быстро кончаются. Ну, конечно, больше кладу. Думаю, чтобы было тепло. Ну, а вообще, крестинские морозы, я вот всегда надеюсь, что это недолго. Это недолго. Ну, вот еще дня два-три, а потом отпустят. Отпустят республику дня через три. Такие прогнозы делают в гидромедцентре. Тут констатируют резкое снижение по всей республике в среднем на 10 градусов. А вот связь с православным праздником не видят. Говорят, обычное совпадение. Да, в этом году совпало. В принципе, иногда бывает вот в начале января холодный, а в конце теплый. Вот, допустим, в 2007 году, во второй половине января, очень теплый. Аномально теплая погода была. Температура воздуха повышалась до 19 градусов тепла. Это начиналось где-то с числа 18-го. Никак не связывает похолодание с праздником и церковь. Крещение Господне происходит при любой температуре. Отметим, что уже 22 января в стране предполагается оттепель. И снова будет грязь, слякоть, пыльный снег и угрюмые лица горожан. А вместе с этим меньше нагрузки на электросети, меньше отключений света, меньше работы муниципальным службам, таким как теплосеть. И все это до февраля. В феврале морозы будут снова. Но тогда в стране будут совсем другие праздники. Рыкин Алымбеков, Айбекул Чуманов, Бишкек, Кыргызстан. Это все, о чем мы хотели рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова